Доброе время суток, уже обзорите. Добро пожаловать на канал Садовые Посиделки. Канал посвящен всему, что связан с озеленением садов и домов. Меня зовут Александр Куранов. Итак, избавимся от чая, засучим рукава повыше и приступим. Сегодня в костях в садов посидел гость, рожденный ползать. Но ползет он исключительно к свету. И так встречайте. ИППМ, он же Синдапсус. ИППМ у небольшой рот вечно зеленых и многолетних травянистых лиан, распространенных в тропических лесах от Индии до Северной Австралии, а также в Юго-Восточной Азии. ИППМ насчитывает около 30 видов, некоторые из них высокие, длиной до 40 метров, другие маленькие, около 15 метров. Идут полуэпифитный образ жизни, то есть могут расти как на свалагии, так и на земле. По этой причине растение достаточно быстро оккультурилось. Наиболее популярными для выращивания в домашних условиях считаются лесной, расписной, переса и ППМ с золотистой. ИППМ и Синдапсус – два очень близких рода и семей с ароидами. И объединение в одну статью к тому, что есть ряд видов, которые можно называть и эпипремном, и Синдапсусом. И оба названия являются таксономически верными. Изначально был род Синдапсус, а временем и от ботаников выделил род Эпипремном. Часть видов из первоначального рода было перенесено в этот новый род, а часть видов осталась Синдапсусом. Так, к примеру, часто встречающийся Эпипремном золотистый, вот он, можно называть обоими родами названиями. А вот Синдапсус расписной можно называть только Синдапсусом, так как он никогда не имел других синонимов. Лиана не имеет цветков, вернее, в природных условиях цветы появляются, но в доме этого практически невозможно добиться. При этом отсутствие цветка с легкостью компенсируется шикарной яркой листвой. Красота листвы в эпипремном напрямую зависит от количества солнечного света и температуры. Подкормки, современное лечение, а также правильный полив помогут помочь поддержать лиану зимой, когда температура значительно падает и растения приходят заездки, приспосабливаются к новым микроклиматам. Именно в этот период Эпипремном часть, к сожалению, всего погибает. Сквозняки, низкая температура, недостаток солнечного света очень сильно сказывается на нем. Но это вовсе не значит, что уход за лиану очень сложный. Все достаточно просто, если знать, на что в первую очередь обращать внимание. Лиана достаточно неприхотлива в плане температур и легко выдерживает зимы, но лишь если температура в помещении не падает от метки в 14 градусов. В летом температура должна быть около плюс 20-25 градусов. Одной из особенностей растений является его нелюбовь к квознякам. Лучше исключить летние переезды на балкон или во двор. Лучше проветрить комнату, просто открыв окно. Это вполне хватит, чтобы Эпипремном получил глоток свежую воду. Для того, чтобы на листьях не появлялись неестественные пятна и они не начали вянуть, для полива я пристки вам советую использовать только мягкую воду. Лучше ставить ее заранее, отстаивать, так как она будет также у вас и теплой. Поливать нужно нечасто. Лиану может выдержать засушливый период без регулярного полива, но это, конечно, скажется на цвете лесков, поэтому лучше, чтобы почта всегда была слегка влажной. Зимой в квартирах достаточно высокий воздух, искусственное отопление, поэтому лиану нужно, конечно, дополнительно пристрелить. Летом, в особенно жаркие дни, также нужно опрыскать вашу лиану. Если в квартире или в доме нет кондиционера или другого там пылесборника, нужно иногда протирать листья влажной тряпкой, чтобы убрать лишнюю грязь и пыль, или, конечно, уставить растение в ванной или душ. С апреля по сентябрь Эпипремном подкармливают раз в две недели. Подкормки лучше выбирать жидкие. Этвит лианы любят свет и всегда к нему стремиться в прямом смысле этого слова. Поэтому нужно обеспечить ей полное освещение на протяжении всего дня. При этом важно, чтобы солнечные лучи были непрямыми, рассеянными. Причиной тому является чувствительность растений солнечного света. Если свет будет прямым, листья поблекнут и быстро опадут. Если же света не будет совсем, они также потеряют цвет и кожи, стать мягкими и слабыми. А сама лиана вообще перестанет расти у вас. Маленькие растения, которым до трех лет пересаживают раз в год весной, взрослую лиану можно пересаживать и раз в три года, но в очень хорошую почву, чтобы на протяжении последних трех лет она подкармливала растение и помогала ему расти. Эта лиана размножается очень легко и просто. Берете часть лианы, обрезаете, оставляете два листа, то есть вот тут спокойно можно обрезать, ставите воду и укореняете. Сажаете в землю и каждый год в течение трех лет пересаживаете в новый горшок. Итак, давайте приступим к пересадке пепремному. Для начала, конечно же, мы вытащим это растение из старого горшка. Итак, давайте приступим. Итак, давайте для начала посмотрим наше растение. Вот как вы видите, корневая система прям выпирает из горшка, хотя я его пересаживал где-то четыре года назад. То есть растение очень быстро развивается, и поэтому его приходится пересаживать очень часто. Итак, давайте пока отложим наше растение. Возьмем горшок. Видите, у нас горшок, в принципе, большой. На дно насыпаем слой камней тяжелых, чтобы они были, чтобы горшок был стройчивый. Потом мы берем керамзит, насыпаем. Выравниваем керамзитный слой. Потом на дно обязательно кладем слой земли. Приминаем все хорошо. Итак, мы наполнили наш первый слой земли. Теперь давайте уберем немножко горшок, отодвинем. И посмотрим нашу корневую систему. Видите, корневая система очень развита. Вон, видите, какой комзи. Все корнями поросло. Корни очень как паутина. То есть за три года, видите, как растение полностью все оплело земляной корм корнями. Теперь берем растение и помещаем его в наш горшок. Вот мы поместили наше растение в горшок. Выравниваем. Немножко уплотняем, чтобы растение хорошо сидело в нем. Немножко старые корни вот эти можно убрать по краям. Они уже немножко старые, чтобы растение лучше развивалось. Ничего страшного не будет. И теперь засыпаем свежей землей по краям. Аккуратно засыпаем, по бокам все уплотняем, чтобы не оставалось воздушных отсеков. Земли для начала можно взять чуть-чуть побольше, потому что после того, как мы польем, все усядется, осядет земля. Итак, мы посадили нашу эпиприемлю в новый большой просторный горшок. Думаю, ему очень понравится. А сейчас давайте все-таки оформим нашу лиану и сформируем ее в виде зеленой колонны. Я это так называю. Для этого нам понадобится основа. Вот такая делается она из металлической сетки. Покрашен зеленый цвет, который можно очень легко достать в строительных магазинах. Если вас интересует, как сделать быстро и легко вот такую основу лиану, вы мне напишите обязательно. И в следующих выпусках я специально уделю время и делаю выпуск, как сделать вот такую основу. Итак, берем основу. Вот тут есть специальное, я делаю расстояние, промежутки между секциями, чтобы помещались спокойно в ветви лиан. То есть мы лианы вытаскиваем наружу, корневую систему и основу оставляем внутри. И просто-напросто берем, как нам надо, ветки распределяем, чтобы они были по разным сторонам, потом было ветвление, вот, допустим, на все стороны мы запустили эти лианы. И берем и вставляем нашу основу в землю. Желательно, конечно, это делать по центру, чтобы все-таки эстетика была. И вставляем. Вот мы вставили нашу основу в горшок, по центру. Основа, на самом деле, очень устойчивая. Вот видите, не падает никуда. Значит, само растение будет у вас устойчивое, и горшок с ветком просто-напросто не упадет. Чем еще удобна вот такая основа? То, что листья, они начинают расти не только наружу, но и вовнутрь. То есть растение дышит и проветривается внутри. То есть застой воды и гнили не будет в этом случае. Теперь давайте сформируем нашу лиану. Формируется элементарно. Просто берете и как рождественскую елку гирляндами, как вам удобно, берете и обматываете. Видите? Берем и обматываем. Сначала, конечно, поплотнее, чтобы меньше было зеленых промежутков свободных. Концовку лиана можно продеть сквозь. Если не хотите, то можно закопить специальной проволокой для растений, зеленой. Она также не будет выделяться. Итак, мы оформили наш эпоприемум. Конечно же, сейчас он смотрится немножко не так, как должен смотреться через некоторое время, через год. Вы полностью обовьете основание вашей лианы. И что самое приятное, всегда остается верхушка. И вот в чем еще один плюс, когда вы выращиваете свои лианы, формируете их в виде зеленой колонны. Это экономия места. Помимо того, что будет очень красиво. То есть у нас остается очень хорошее основание, устойчивое. А это значит, что сверху мы всегда можем поставить горшок с другим цветком. Вот у меня есть хлорофит. Горшок специально я сделал, чтобы он сюда подходил. То есть мы вставляем. И о-ля-ля, и у нас два растения на одном основании. И все будут превосходно себя чувствовать. Поливаем одно растение, лишняя вода уходит в другой горшок. То есть нам бадон здесь не нужен. Хороший дренажный слой, и все. И когда растение, конечно же, обовьет полностью лиана все основание, конечно, можно будет горшок убрать или дорастить. Но осторожно очень доращивайте, потому что устойчивость все-таки теряется. И напоследок я бы хотел сказать, что вы не боялись и выращивали эту замечательную лиану в БПМ-ном. Ведь она круглый год будет вас радовать красивой, необычной листвой. Не бойтесь, выращивайте, экспериментируйте. А на этом все. Спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ждем следующих выпусков. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok